Я Суин Дыкова Нургуль Мулдабайкз, психолог, психотерапевт и судебный эксперт, психолог из Казахстана. Имею степень магистра психологии и криминологии. Я родилась в советской культуре, в которой ребенка разлучали с матерью сразу после рождения и боссоединяли для выписки из роддома. Я, как и мои родители, являюсь представителем культуры рождения детей для депривации. Живя в этой среде с таким крайне травматичным прошлым, невозможно оставаться исключительно экспертом, поэтому я по-разному пыталась пролить свет на эти вопросы. Моя профессиональная идентичность связана с преодолением коллективной культурной травмы посредством консультирования, психотерапии и профессиональной подготовки психологов. Население, с которым я работаю, исторически и до сих пор продолжает переживать травмирующие последствия государственного устройства. Высокой смертности людей в результате коллективизации, голода, репрессии и изменения образа жизни от кочевого к оседлому, не говоря уже о потерях в результате Великой Отечественной войны. В процессе академических и методологических работ по разрешению коллективной травмы и культурному возрождению родились книги «Нераскрытая казахская психология» и «Другой источник. Экзистенциальный анализ казахского этнического воспитания ребенка». В книгах я попыталась доказать, что современные принципы социокультурной психологии и психологии развития не чужды самобытному казахскому мироустройству и провела сравнительный анализ с современными теориями и концепциями. В своей монографии «Другой источник. Экзистенциальный анализ казахского этнического воспитания ребенка», которая номинирована на премию «Академическая книга 2022 года» Международной открытой Евразийской книжной премией, я систематизировала. Основы обращения до рождения, перинатальный период, воспитание ребенка, возможности степной детской игровой терапии. «Я стремлюсь не только к культурному, но и общему многообразию как в профессиональной сфере, так и в жизни в целом. Я всегда придерживаюсь позиции «Если не я за себя, то кто будет за меня? Если я только за себя, то кто я?» А также «Мы были детьми нашего прошлого, но мы должны быть отцами нашего будущего». Именно поэтому я сознательно выбираю специализацию по работе с людьми в закрытых учреждениях и с детьми, которые являются крайне уязвимыми. Также я регулярно участвую в благотворительности, посвященной защите окружающей среды. Например, в 2018 году в составе 21 экоактивиста я пробежала 200 километров по пустынной местности для защиты биоразнообразия пустыни Казахстана при поддержке программы развития ООН. Благодарю за внимание. Надеюсь, моя книга будет оценена по достоинству, учитывая ее культурную и социальную значимость.